Детальнее о ситуации в Донецкой области, которая продолжает обороняться от российской атаки, расскажет наша коллега Алена Грамова, которая, как всегда, знает последние новости из Донецкой области. Алена, здравствуй, тебе слово. Здравствуй, Алена. Да, здравствуйте, коллеги. Плохо вас слышу, но надеюсь, что вы меня слышите, аудиторию тоже расскажу. Мы просто буквально несколько минут выехали из, ну так можно уже сказать, при фронтового солидара, работали там, потому что буквально вчера город массированно обстреляли российские войска. Хочу сказать, что в последние два месяца город очень сильно обстреливается, но такого обстрела, который был вчера в Солидаре, местные еще не видели. Мы подготовим для вас материал. Немного о ситуации в Солидаре, там действительно очень много разрушений, разрушений частных секторов. Вчера был обстрелян населенный пункт, который находится вблизи Ломаносовка, он называется. Непонятно, по какой причине вообще наносились эти все удары. Мы видели разрушения. Это обычный поселок, обычный частный сектор, обычные города, гаражи и склады, где люди просто там хранили свои личные вещи. Все это там выгорело. Там по-прежнему находятся люди, которые, ну уже, скажу честно, откровенно, у нас уже есть там свои знакомые, потому что когда ты приезжаешь туда, ты стараешься все-таки увидеть людей, узнать о том, ну как они живут. И есть уже те мирные жители, которые на сегодняшний день спрашивали, Ален, ну каким образом нам выехать? Мы видим, что ситуация ухудшается. То есть люди все-таки реагируют на то, что необходимо эвакуироваться. В целом в городе действительно очень мало людей, фактически не работают, отсутствуют коммуникации, перебои со светом, нет мобильной связи. Почему вот мы и из самого Солидара не смогли сделать для вас включение? Пришлось найти по трассе связь для того, чтобы включиться и рассказать. После массированного обстрела есть пострадавшие, пока официальную информацию мы ожидаем. В целом, коллеги, конечно, ситуация в Донецкой области непростая. Минувшая ночь в Краматорске было достаточно тихо, однако утром уже появилась информация после громких взрывов от главы города Александра Гончаренко о том, что четыре раза как минимум нанесли удары. Это было РСЗО. Ну и тоже, опять же, страдает промышленность города. Ну, такая вот ситуация. По данным национальной полиции в Донецкой области, которая каждый день готовит сводку, мы знаем о том, что 11 населенных пунктов находились под ударами российской армии. 19 обстрелов было этих населенных пунктов. Самые на сегодняшний день горячие города, где обстрелы не прекращаются. Это Бахмут, Солидар. Это город Северск, куда на сегодняшний день очень сложно попасть. Здесь действительно сложная ситуация по обстрелам. Это город Авдеевка, это город Маренко и Славянск. Но в целом сегодня глава славянской городской военной администрации заявил о том, что ночь в Славянске прошла тихо. Такая ситуация. Коллеги, продолжаем следить и готовим для вас материал из города Солидар. Еще раз хочу напомнить город, который массированно обстреливается последние две недели, но вчерашний обстрел запомнился даже местным жителям. На связи с вами. Всегда готовим для вас последнюю оперативную информацию. Если коротко, то у меня все.